Приветствую всех любителей резать на нашем канале. Сегодня мы с вами поговорим про нож KIKU XR от компании SOC. Очень многие просили сделать обзор на этот нож и вот наконец-то я до него добрался. Наконец-то мы с вами о нем сегодня поговорим. Что хочу сказать про компанию SOC. Ну для начала то, что в прошлом году мы с вами про нее говорили много, ножей было много, интересных новинок было очень много. И у меня есть полное ощущение, что компания SOC проводит вообще какую-то генеральную уборку в своем каталоге, проводит генеральную работу над ошибками. Ибо все мы с вами прекрасно помним, что у SOC уже был нож KIKU. И сразу забегу вперед и скажу, что данный предмет воспринимать через призму старых ножей KIKU не стоит от слову совсем. Здесь действительно абсолютно другие ощущения от ножа, здесь абсолютно другие эмоции от ножа, здесь все абсолютно другое. И только название напоминает и отсылает нас вот туда, к старому ножу KIKU. Что хочу сказать вот сразу про этот нож. То, что те, кто следит за ножевой темой, те, кто следит за новинками из сезона в сезон на ножевом рынке, знают, что данный нож, он вроде как и небольшой, вроде как даже и маленький, вроде как он какой-то вообще там непонятный по габаритам. Но, тем не менее, друзья, скажу так, то, что данный предмет на картинках выглядит намного меньше, чем он есть в жизни. И думать то, что это какая-то маленькая штучка, которая будет где-то жить на краю вашего кармана, про которую вы забудете, абсолютно не стоит. Этот нож, он будет о себе напоминать, он будет вам доказывать, что он все-таки большой, он будет вам говорить об этом. Ибо все-таки он далеко не легкий, далеко не маленький, далеко не компактненький. Давайте вот просто даже сразу так вот зайдем с места в карьер, да, и посмотрим на вес данного предмета. А веса здесь у нас с вами 162 грамма. Что, согласитесь, немало. При том, что, если уж мы с вами пошли по габаритам, общей длины здесь 187 миллиметров, что действительно в ножевом сообществе считается немного. В закрытом состоянии длина ножа составляет 111 миллиметров, а длины клинка здесь всего-навсего 76 миллиметров. Но есть одно маленькое «но». Давайте посмотрим на толщину данного клина. Толщина клинка здесь у нас с вами 3,8 миллиметра. То есть, клинок стремится к 4 миллиметрам, и, соответственно, мы с вами понимаем, что это достаточно много для такого ножа. Также сразу давайте смотреть, что же здесь с рукоятью. Толщины рукояти практически 15 миллиметров, а ширины рукояти в средней части, будем вот здесь вот замерять, 29,5 миллиметров. То есть, нож не тонкий, нож не узкий, и нож достаточно такой сбитый. При этом, как я уже ранее сказал, толщины клинка здесь 3,8 миллиметра. Отдельно хочу еще также обратить ваше внимание на то, что у нас с вами присутствуют стальные лайнера в этой всей конструкции, которые имеют тоже очень немаленькую толщину. И при этом выбраны они там, ну, по моему ощущению, конечно, слегка. То есть, можете видеть, что там есть выборки в лайнерах для облегчения веса. Ну, если бы их не было, то нож, наверное, весил бы все 180-190 грамм. Далее давайте поговорим про материалы. Ибо здесь компания SOC на них, в общем-то, не поскупилась и сделала все, на мой взгляд, как надо. На клинке у нас с вами CTS XHP с кривой закалкой. На рукояти присутствует Mi-карта в качестве накладок. 3D текстурированная. Очень приятно, очень интересно. Ну, об этом мы сейчас еще поговорим, когда речь зайдет об эргономике. И также у нас присутствует вот такая стальная клипса. Плюс в качестве замка здесь выступает замок XR-Log. Все вы прекрасно знаете, что это переработанный Benchmade Axis с вот такими вот пластиковыми бегунками. Ну, и вот, кстати говоря, пока я не забыл, вот единственный минус, который я для себя нашел, это клипса в данном ноже. Причем не то, как она сделана, а то, как она крепится. Обращу ваше внимание, что клипса переставляемая и, соответственно, под левшу, под правшу. И, как можете видеть, выход на перестановку клипса выглядит вот таким образом. То есть клипсу придется либо подгонять туда, вот под плашку, вот в эту вот самую прорезь, либо же придется снимать саму вот эту верхнюю плашку и, соответственно, уже ставить клипсу. После чего ставить верхнюю плашку. Честно, решение такое. То есть это вот, на мой взгляд, такие вот отголоски компании Sock из прошлого, да, которая вроде где-то вот все хорошо сделано, но вот какие-то такие вот минусы есть. Ну, это вот лично, что я выделил для себя. Те, у кого этот нож есть, кто пытался переставлять клипсу, пишите в комментарии. Может быть, действительно, я и заблуждаюсь. Также, когда мы говорим с вами про вот это самое место, про выход лайнеров из-под накладки, хочется отметить темлячное отверстие, которое здесь как бы предполагалось, но которого здесь вот лично, на мой взгляд, по факту-то и нет. Почему я так говорю, друзья? Да потому что, посмотрите, как клипса закрывает вот это самое темлячное отверстие с той стороны. Насколько будет удобно пользоваться подобным темлячным отверстием с таким выходом клипсы, честно, я вот сказать не могу. Да и, честно, на этот нож особо даже и темляк вешать не хочется, но, тем не менее, вот данный момент также, на мой взгляд, является, ну, относительным таким минусом этого ножа. Теперь давайте говорить про эргономику. По эргономике здесь все очень даже неплохо, при том, что, обращу ваше внимание, здесь накладочка на лайнера идет вот таким образом. То есть, у нас с вами есть вот такой выход стального лайнера вместе с пластиковым бэкспейсером и, вот, казалось бы, можно было бы сделать и без него, и нож выглядел бы вот так, нож выглядел бы даже немножко более лаконично, но, тем не менее, вот это место сделано абсолютно потрясающе. Почему? Давайте смотреть. Вот таким образом нож лежит в ладони. Соответственно, мы с вами получаем то, что вот эта самая площадка имеет вот это утоньшение, плюс здесь присутствует клипса и, соответственно, мы с вами можем держать этот нож вот таким вот образом в руке. При фехтовальном хвате вот эта самая часть упирается за счет вот этого перехода ровно в ладонь и мизинец поджимает вот эту самую часть ровно вот здесь. То есть, получается, еще дополнительная информация идет от накладки, которая информирует мизинец, что он находится ровно на краю, и, соответственно, вы понимаете, как нож вообще лежит в руке, как, опять же, можете перехватиться, как взяться, как поудобнее чуть вперед, чуть назад податься, и, соответственно, вы формируете свой удобный хват. Плюс, конечно же, здесь присутствует достаточно большое количество всяких разных подпальцевых насечек, и давайте на них также посмотрим. Присутствует, конечно же, насечка на обухе клинка, причем насечка достаточно глубокая, практически на половину клинка, ну, в общем-то, на длине в 76 миллиметров это не мудрено, это достаточно несложно сделать, и, в принципе, при фехтовальном хвате палец ложится, ну, хотите вот так, хотите вот так, хотите где-нибудь посередине, то есть, в принципе, вариативность фехтовального хвата, вариативность именно для того, чтобы перехватиться, взяться поудобнее, она здесь достаточно большая. Плюс площадь соприкосновения большого пальца с клинком здесь также большая, так как клин практически 4 миллиметра, и, соответственно, ощущается это все очень и очень так хорошо, я бы сказал, даже при этом в перчатке. Также, конечно же, здесь присутствует подпальцевая насечка на уже обухе рукояти, да, вот непосредственно на лейнерах. Также, если вы беретесь вот таким вот образом, здесь получается следующая картина, что здесь есть небольшой вот этот горбик, в который большой палец упирается, и, соответственно, подушечка пальца сцепляется с насечкой именно уже вот здесь, то есть это именно для вот такого вот уже хвата. Также присутствуют насечки на рукояти вот в этом месте и вот здесь. Вот об этой подпальцевой насечке хочется сказать отдельно, и хочется сказать отдельное спасибо компании СОК, что они это вообще сделали, потому что если вы держите нож голой ладонью, она ощущается очень даже неплохо, учитывая даже тот момент, что она практически заподлицо выполнена с накладкой, палец туда проваливается и создается, опять же, дополнительное сцепление, плюс появляется дополнительная информация о том, как нож лежит в руке. Каких-то моментов, которые могли бы давить, поддавливать, где-то подтирать ладонь, честно, я не нашел для себя даже перед записью видео, поскольку все грани, можете видеть, они зализаны, все здесь зализанное, и создается полное ощущение того, что нож в ладони сидит как будто в коконе, и в принципе, будь у меня ладонь чуть-чуть покрупнее, я бы смог этот нож вообще полностью обхватить в фехтовальном хвате, и тогда это был бы абсолютный монолит. Касаемо механики, здесь все также очень даже неплохо, учитывая, что здесь у нас с вами XR-Lock, учитывая, что это флиппер, учитывая, что это подшипник в осевом, механика здесь примерно вот такая вот, то есть можете видеть, что все работает под своим весом, то есть достаточно просто отжать XR, и, соответственно, можете нож открыть. Ну и если мы с вами говорим вообще про способы открывания данного ножа, то первый это, конечно же, у нас с вами за флиппер, второй, конечно же, это за замок, можете видеть, что все открывается очень-очень даже хорошо, и третий, по идее, рассчитан на это отверстие, но честно сказать, что без перчатки вот это сделать достаточно сложно, ибо клин все-таки достаточно туго сидит в рукояти, в закрытом состоянии, и, соответственно, без перчатки, вот честно, я бы так делать не рискнул, именно вот открывать нож, скажем, как мы привыкли открывать ножи от компании Spider. Сказать, что нож суперхитовый, конечно, нельзя, потому что он очень своеобразный, можете видеть, что здесь присутствует на клинке и рекурва, и то, что у нас с вами спуски, здесь есть два разных участка, есть спуски прямые, есть спуски вогнутые, и вот точить такую историю, я знаю, очень многие не любят, хотя, опять же, повторюсь, как я и раньше уже неоднократно говорил, что нет в этом ничего особо сложного, нужно просто приноровиться, понять, как это делается, посмотреть хотя бы пару гайдов по заточке, и, соответственно, просто не бояться экспериментировать, ну, или на крайний случай принести нам магазин, наш мастерам все это дело заточат, поправят и приведут нож в полный порядок. Если подводить итоги по KIKU XR, можно сказать так, что это очень интересный нож для тех, кто любит небольшие тактические ножи, для тех, кто любит именно такие массивные истории, да, опять же, посмотрите, какой здесь кончик, то, что он здесь абсолютно ни разу не деликатный, абсолютно рабочий, можно что-то где-то ковырнуть, что-то где-то копнуть, плюс достаточно широкий клин, но одновременно это нож для тех, кто любит таскать с собой всякие тактики в городе, да, конечно, здесь веса 160 с лишним грамм, но, тем не менее, это такая тяжесть приятная, и в целом очень приятный форм-фактор ножа. Говорить, что это какая-то неудачная реинкарнация KIKU, я, конечно же, не буду, потому что, на мой взгляд, этот нож является более удачным, нежели его прародитель. Лично по мне, вот то, к чему компания SOC пришла сегодня, это более современно, это более выигрышно, это и материалы, это и подход к изготовлению, это и подгонка, это и сборка. Конечно, наверное, здесь так вот с первого взгляда каких-то косяков я мог и не углядеть, но, опять же, те, кто хочет приобрести нож, смотрите его вживую, держите в руках, составляйте свое собственное мнение, ибо это единственный путь для того, чтобы понять, вообще, нужен вам этот нож или нет. Что ж, всем спасибо за просмотр, друзья, а я с вами на сегодня прощаюсь, всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok